Пресс-конференцию по итогам матча «Сочи-Факел». Сергей Васильевич, вам слово, комментарий по игре. Считаю, что мы очень качественный матч провели во всех отношениях, в плане обороны. В первую очередь сыграли очень дисциплинированно, надежно, учитывая атакующий потенциал соперника, а соперник по забитым мячам на третьем месте в этой лиге. Поэтому в этом отношении было очень важно сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ну а то, что касается атакующих действий, в общем-то, те моменты, которые у нас были, мы, к счастью, смогли реализовать. И, в общем-то, в концовке еще имели неплохие возможности, чтобы увеличить счет. Поэтому считаю, наверное, все-таки по ходу матча победа наша закономерна. В составе сочинцев не было двоих защитников, крайних, Макеева и Зайки. Вот вы как считаете, как-то упростила это вам задачу? И, может быть, игра ваша как-то от этого поменялась? Нет, ну давайте будем так говорить. В вашей команде будет говорить ваш тренер. Поэтому мы как бы готовились к сопернику, который очень неплохое впечатление оставил в первом круге. Поэтому мы постарались сыграть очень надежно в этом плане. Потому что, в общем-то, и турнирная таблица заставляет все-таки нас играть. Ну, наверное, более такой открытый футбол. Но хотя, опять же, отталкиваясь от силы соперника, сыграли, в общем-то, сбалансировано. Самое главное. И нашли моменты, в общем-то, реализовали то, что у нас было в этой игре. Ну и какие у вас впечатления от стадиона, от Фишта? Ну, однозначно, великолепный стадион. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы на этом стадионе, наверное, проходили игры в премьер-лиге чемпионата России. Вот чего, наверное, мы вам и пожелаем. Коллеги, еще какие-то вопросы есть? Если вопросов нет, все, мы заканчиваем первую часть. Спасибо. Футбольного клуба «Сочи». Вопрос, в чем соперник оказался сегодня сильнее? Ну, в первую очередь, реализация моментов. Они наши ошибки использовали. Мы, к сожалению, нет. Поэтому счет, наверное, в этом случае закономерный. Удивил ли чем-то факел? Ожидали от него такой игры? Либо что-то было неожиданное? Да, мы знали, что будет тяжелая игра. Поэтому особо ничего удивительного нет. Готовились. Но еще те ошибки, которые мы совершили в обороне, уровень факела, ведь наказал. Мы, соответственно, имели не меньше моментов, а то, может, и больше. Но в итоге с реализацией проблемы. Ну и почему сегодня не появился Псегов в составе? Потому что это был мой выбор. Мы исходили из своих игровых соображений. Поэтому он не появился. Коллеги, есть какие-то еще вопросы? Если вопросов нет, все, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!